здравствуйте уважаемые зрители сегодня я хотел бы вам рассказать о замечательном отеле orcas and life resort spa это пятизвездочный отель расположенный рядом с поселком али денис рядом с поселком хисараню это у нас место где соединяются средиземное и егейское моря вот вы можете видеть сам отель пойдемте потихонечку я буду идти и рассказывать вам отель друзья расположен на фоне живописных гор вот вы можете это все окутан хвойными лесами отель построен недавно отель 2012 года постройки вся инфраструктура соответственно новая изюминкой отеля друзья является панорамный вид на бухту бельджи гис леденисскую бухту невероятно красивые виды сам отель получается если можно так сказать прямо вырублен в горах вот друзья мы в принципе подходим к отелю красивые виды фонтанчик немножечко боковой план отеля фронтовой вот видите как все это интересно монтируется в горы это вот соседи отеля и тут несколько идет церкви в отель есть такой отель знаменитый здесь николас парк четырех воздух на отеле вот друзья непосредственно вход в отель орка санлайф призор конспа ну идем туда так друзья это у нас вот ресерси друзья это у нас получается луби бар вот такая вот территория рядом с ресепшн покажу вам вот такая плазма есть рядом с лобби баром где вы можете присесть отдохнуть вот такие чайку копейку что нибудь спиртное вот тут есть магазинчики вот что то нужно приобрести что нужно сказать друзья очень важный момент такой дело в том что отель удален от моря два с половиной километра то есть он находится в горах этот момент важен друзья тем что вы должны понимать добираться пешком довольно таки непросто люди бывают разные как бы для меня допустим тут сложного нет ничего но тем не менее движение машин достаточно сильное здесь но это все нюансы это все деньги то есть проезд стоит 3.75 лиры до бухты бельджи диск доллар 10 центов да чтобы понимали эквивалент по времени это не долго занимает времени маршрутки ходят часто каждые 10 минут я покажу вам место откуда отходят маршрутки в бухту бельджи диск ну те люди которые захотят побывать в отеле да то есть здесь не были не в курсе всех нюансов должны понимать что отель находится даже не на второй а по сути на третьей линии это очень существенно мы как бы все эти нюансы понимали сразу то есть в этом плане как бы у нас вопросов нет нас все устраивает дорогие зрители теперь поподробнее о остановке которая ведет к основному пляжу поселка Алю Денис как до нее добраться из отеля Орка Сан Лайф остановка расположена порядка 300-300 может быть 50 метров от отеля вы выходите по прямой из отеля идете по дороге никуда не сворачивая сначала идет такой подъем небольшой в горку потом спуск вот собственно вы сейчас можете видеть вот эти борды отели Орка Сан Лайф Сертил отель чуть далее борды будут отели Гарсия Монтана Пайн это вот как ориентир для вас когда вы будете ехать там допустим да там в сторону набережной набережной Алю Денис или от нее что еще более важно чтобы вы не заблудились то есть вот по этим бордам кстати очень удобно ориентироваться вот собственно говоря друзья вот эта остановка тут на что нужно обратить особое внимание на движение автомобилей друзья движение такое интенсивное поэтому нужно быть очень внимательным значит друзья движение транспорта идет где-то с частотой минут десять не реже поэтому проблем с маршрутками нет никаких до пляжа где-то у вас займет поездка порядка пяти минут времени от силы ну вот как то так друзья 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 мы подходим к основной территории отеля вы можете полюбоваться замечательными фантастическими природными видами отеля это друзья к разговору о том почему когда мы выбирали отель мы закрыли глаза на удаленность отеля от моря ради вот этих фантастических природных пейзажей основного панорамного вида отеля мы посчитали что это того друзья стоит на что нужно еще обратить внимание друзья так это на то что 80 процентов всех отдыхающих это британцы в основном вся деятельность персонала отеля начиная от ресепшена и заканчивая горничными ориентирована на англоязычную публику русскоязычного персонала как такового ну почти нет но немножечко немножечко его есть среди аниматоров и есть девушка на ресепшен работающая не каждую смену ну а так в принципе весь персонал англоязычный и соответственно вам желательно хотя бы минимальное знание какого-то набора английских слов чтобы вы на каком-то простом языке смогли объясниться само отношение персонала отеля к русскоязычной публике нормальное но все же надо понимать что основное внимание уделяется конечно британцам вот кстати говоря друзья вот сейчас вы можете видеть как отдыхают британцы а отдыхают они не нужно сказать в основном возле бассейнов и возле баров на море они фактически не ходят связано это друзья с тем что море в принципе в британии хватает и вопреки расхожему мнению что отдых у моря в регионе в фитхии не входит страховку британцев поэтому они на море не ходят причины тут кроется в другом а именно в том что они сюда приезжают все таки за солнцем за замечательным климатом регионом фитхии а море их интересует гораздо меньшей степени ну а если говорить о самих британцах то они оставляют очень очень хорошее впечатление всегда поздороваются всегда уступят место всегда пропустят вас вперед но надо понимать друзья что допустим если вы кушаете в ресторане отеля то деятельность допустим официантов ориентирована в первую очередь на обслуживание британской публики то есть даже чаевые тут не решат вопрос к ним здесь особое отношение то есть с этим надо смириться и принять как данность если например друзья сидя в ресторане вы заказали там бокал вина а рядом сидит например британская семья то в первую очередь конечно будет обслуживаться британская семья и вам нужно будет немножечко подождать пока вас обслужат вас обслужат вежливо но основное внимание конечно будет уделяться британцам то есть это нужно понимать друзья это у нас бары отеля их здесь несколько лобби бар я вам уже показывал хочу вам показать и рассказать остальных барах работают они периодически этот бар заработает немного позднее вот это кстати говоря друзья вы можете видеть просто таки замечательный аквапарк отеля состоящий из пяти горок все горки рабочие аквапарк работает с десяти до двенадцати дня и затем с двух до четырех дня и вот как раз в это время вы можете пользоваться барами где брать чай кофе спиртные напитки коктейли в общем все очень удобно ну а вот это вот друзья та знаменитая панорама панорама на бухту бельджикис это непередаваемо словами друзья какая это красота и это вот та причина по которой на мой взгляд стоит приехать в отель одна из самых главных причин потому что виды просто завораживающие фантастические и парапланы которые постоянно кружат над бухтой и это фантастическое море вид на поселок аль-денис вот вдали находится знаменитая долина бабочек вот аниматоры кстати говоря занимаются физкультурой вот это друзья у нас вид на гору бабадак это гора с которой собственно говоря стартует парапланиристы что еще нужно учитывать друзья дело в том что отель построен в каскадном стиле вот вы сейчас можете видеть корпуса отеля корпуса достаточно круто уходят в горы вот это и есть тот самый каскад разделенный на четыре сектора сектора эти называются сатурн юпитер уран и вилла вот мы в частности жили в секторе сатурн в свою очередь вот эти сектора разделены на определенные виды номеров тут и номера стандарт и номера фэмили и люксовские и номера вилла с которой я вам последствий частично покажу тут важно понимать друзья что добраться до верхних корпусов можно по достаточно крутой лестнице которую я вам покажу друзья но это не всегда бывает удобно так как бывает достаточно жарко понятное дело когда высокий сезон да или допустим возрастным людям это не очень удобно и в этой связи я вам хочу сказать что в отеле есть лифт лифт не то лифт не то фуникулер с такой боковой подачей этот лифт я вам тоже сейчас друзья покажу ну собственно достаточно удобная штука единственный минус что работает он достаточно медленно а это у нас место где проходит анимация вот такой красивый амфитеатр это вот у нас друзья теннисный корт ну по поводу анимации нужно понимать друзья что анимация в основном рассчитана на британцев спускаемся со второго этажа на первый подходим поближе в бассейн вот это друзья у нас основной бар который работает все время вот еще друзья два бара ну тут все стандартно чай кофе спиртные напитки в этих барах вот это друзья у нас холодильники с бутылированной водичкой так что без проблем здесь можно взять в любое время воду так друзья вот это вот ресторан можете посмотреть салон красоты диспасова друзья это у нас тренажерный зал да как он тут называется фитнес-центр отеля ворка сумлайс вризон вот такие вот тренажерчики ледовые дорожки и все 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 прочее единственное что достаточно странно что здесь нет турник и даже надо вот такой фитнес-центр и есть ромбельки так что нельзя форма есть где поддержать Ярик, помашите ручкой. Друзья, это у нас скрытый бассейн из полсалона. А вот это у нас немножечко развлечений. Теннис настольный и настольный футбол. Друзья, это у нас детский клуб, детский бассейн. Так что с детками, вот замечательное место для отдыха. Еще вам немножечко аморама в отеле. Идемте, я вам сейчас покажу лифт, о котором мы говорили. Вот такая вот, друзья, чудо-лестница ведет номера. Так что многим будет удобнее, наверное, пользоваться вот этим чудо-лифтом. И, кстати, многие промо-рум номера, да, без определенного вида, с видом на вот эту лестницу. Это все тоже, друзья, надо учитывать. Друзья, те сектора, о которых я вам говорил. Вот один из них Юпитер. Вот так это все выглядит. Вот, покажу вам проходы к лифтам, к номерам. У нас получается сектор сапонов. Такие вот лифты здесь. Вот так, друзья. Вот этот лифт уже в самом отеле. Внутри. Так. Сейчас я делаю наш этаж. Так, друзья. Вот так выглядят корпуса изнутри. Вот можете посмотреть. Вот такие лестнички. Вот. Ну и вот. Сами корпуса. Вот такая вот красота. Вот такие вот, друзья, корпуса и номера. Вот, друзья, собственно, тот лифт, о котором я вам рассказывал. Что-то среднее между лифтом и фуникулером, честно говоря. Я впервые с таким сталкиваюсь. Боковая такая подача лифта идет. А вот. Ну, сейчас немножечко с вами прокатимся. Еще немножечко панорамы для вас. Заходим, друзья. Да. Едем, друзья, на самый верх. Тут у нас получается что-то около, наверное, пяти этажей, да? Что-то такое. Вот такой вот, друзья, лифт. Очень любопытный. Я много читал в интернете, что лифт типа как часто ломается или вообще не работает. Ну, друзья, в принципе, все работает. На удивление ни разу еще ничего не ломалось. Ну, тут уже шестой день из-за 11 дней пребывания, да. Ну, пока за шесть дней слава богу. Ну, и вот вам, друзья, еще немножечко панорамы. Из этого шикарного просто-таки отеля. С замечательным панорамным видом. Ну, друзья, вот такие вот и открываются. Из этого замечательного паникулярчика. На все семь тара. Видим, ну, где-то со скоростью обычных таких человеков. Да, лифт, конечно, не быстрый. Тут это надо признать. То есть и ждать его как бы надо, и едет не быстро. Но, с другой стороны, все же для многих людей лучше, чем ногами, потому что туда-сюда по всем этим горам. Ну, в общем, сами понимаете. Вот такая альтернатива вам, друзья. Ну, вот, друзья, в принципе, финал. Это где-то пятый, получается, шестой этаж этого каскада. Сейчас покажем вам пейзажи вокруг. Давайте вам еще немножечко панораму. Больше получается панорама на горы. Вот сами номера. Еще раз можете посмотреть. Что вот интересно, кстати, вот такие вот маленькие бассейники. Рядом с номерами. Часть номеров, единственное, учитывайте, без крыши. Я не знаю, зачем так сделано. Видимо, то ли для доступа солнца. Я уж не знаю. Но, тем не менее, это имеет место. Ну, вот такая вот амфора здесь интересная. Бананчики растут, всякие туи. Друзья, ну, по поводу природы, в этом отеле надо понимать, что тут такой природы, допустим, внутри отеля, как в той же Анталии, где просто все утопает в зелени, наверное, все-таки нет. Тут больше природа вокруг отеля идет. Но вокруг отеля, поверьте мне, мало вам в хорошем смысле не покажется. Вот эти все сосенки, кедры. Все очень замечательно, друзья. На очень, очень приличном уровне. Все чистенько. Все приятно. Это, кстати, вот вы можете видеть номера под названием Виллос. Они уже находятся где-то приблизительно в районе там пятого этажа отеля. Вот если говорить о лифте. Еще вам немножечко номеров Виллос. Так они выглядят даже с бассейником. Но это, конечно, более дорогие номера. Более элитные. Но, тем не менее, есть и такое. Также еще, друзья, что вам хотел рассказать. Дело в том, что, когда вы едете на маршрутке, нужно учитывать такой момент, как громко говорить восстановку водителю, да, и не забывать напомнить ему момент, когда вы подъезжаете к своему, допустим, отелю, к своей остановке. Потому что тут так все устроено, что, в принципе, если вы не напомните, да, то вы можете элементарно это проехать, как было с нами вместо отеля Orca Sun Life. Нас привезли к отелю Orca Villas. И мы еще достаточно долго возвращались там порядка километра. Так что это все обязательно, друзья, нужно и нужно учитывать. Тингента отеля я вам уже сказал. Ну, порядка 80% это англичане. Ну, по крайней мере, не меньше 70%. Процентов 10 украинцы, русские и другие страны по-советски. Также есть процентов 10 турок. Ну, и в последнее время, вот как не парадоксально, начали приезжать китайцы. Довольно-таки ощутимо. Хоть к китайцам, как говорится, и путь не близкий. Но, тем не менее, тем не менее, появились в отеле и китайцы. Ну, а так, в основном, 70-80% это англичане. Темнеет сейчас, друзья, где-то в районе 7 вечера. То есть, купаться комфортно можно где-то, ну, так, где-то в 6, максимум 7 вечера. Дальше по прохладнее становится. Но все равно более или менее. Вот. Поэтому, друзья, если, допустим, как я сказал, уже едете на маршрутках, учитывайте, что с набережной они ходят достаточно долго, там, где-то часов до 10-11 ночи точно. Вот. Но, видно, не очень хорошо уже бывает из окна маршрутки, да? А остановку вам свою никак мимо проехать нельзя. Я уже рассказывал вам, как было с нами, что мы, в принципе, к другому отелю нас привезли вместо необходимого нам. Поэтому обязательно, обязательно следите. Садитесь на передних сиденьях, чтобы все было вам видно, дорогу. Потому что водители тут вот именно и движение очень такое массированное, можно сказать, чем-то даже сумасшедшее. Ну, и не очень обращают внимания на то, куда вам надо. Вот. Забывают это. Так что следить тут вы, к сожалению, должны сами.